Чалом-довое утро. Бытие двадцать четвертая глава. Авраам был уже стар в преклонных годах, и Господь благословил его в обезье. Авраам сказал старшему, злуги в своем доме, который распоряжался всем, что у него было. «Положи руку мне под бедро и поклянись мне, Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь моему сыну-жену из дочери Хананиев, среди которых я живу. Но пойдешь ко мне на родину к моей родине, и там возьмешь жену для моего сына Исаака». И слуга спросил его, что если та женщина не захочет идти со мной сюда, в эту землю, «Что мне тогда делать, возвратить твоего сына в эту страну, откуда ты пришел?» Авраам ответил, «Не векаем случайно возвращай туда моего сына. Господь Борнеба, который вверил меня из дома отца и из моей родной земли, который говорил со мной и поклялся мне, сказал, «Я отдам эту землю твоему семье». Он пошлет своего ангела перед тобой, чтобы ты смог взять оттуда жену для моего сына. «Если женщина не захочет идти со тобой, то ты будешь свободен от этой крятвил, но не возвращай туда моего сына». Злуга положил руку под бедро своего господина Авраама и поклялся ему. Потом слуга взял десят верблюдов своего господина и, нагрузив их лучшими подарками от него, отправился в путь. Он пошел в Арам Нахараим, держа путь к городу, где жил на гор. Он опустил верблюдов на колени у источника за пределами города. Это было под вечер, когда женщины приходят за водой. Он сказал, «О господи, борь моего, господина Авраама, дай мне сегодня успех и яви милость моему господину Аврааму. Вот я стою у источника, и дочери горожан идут за водой. Пусть будет так. Если я скажу девушке, пожалуйста, опусти кувчин и плеча, чтобы мне напиться, А она ответит «Пей, а я напою и твоих верблюдов, то ее ты и назначил для услуги твоего Исаака». Так я узнаю, что ты явил милость моему господину. Ещё он не кончил молиться, как Ревека, как Ревека, дочь Бетуила, сына милки, Жени Авраамова, брата Нахора, вошла к источнику и кувшином на плечи. Она была очень красивая девушка, двести виница, которая ещё не была с мужичиной. Она спустилась к источнику, наколила ковшин и пошла обратно. Ислуга поспешил ей на встречу и сказал, «Пожалуйста, дай мне не много воды из твоего ковшина!» «Пей, господин мой!» сказала она ей. Быстро, опустив ковшин на руки, дала ему напитие. Когда он напился вдоволь, она сказала, «Я начерпаю воды и деля твоих верблюдов, пока они не напьются». Она пестро велела воду из ковшина в паилку, побежала обратно и источнику зачерпнуть еще воды и начерпала для всех его верблюдов. И начерпала для всех его верблюдов. Он молчал, наблюдал за ней, пытаясь понять, даровал ли господ успех его путешествию, «Когда верблюды напили тот человек, винул золотую сербу деляноса весом в беку и два золотых браслета весом в десять шекелей и спросил, «Скажи мне, чья ты, дочь, нет ли у твоего отца в доме, комнаты, чтобы нам переночевать?» Она ответила ему, «Я дочь Бетуила сына милки, которого она родила на хору» и добавила, «У нас видоволь и соломы и корма, есть комната для ночлега». Тогда он склонился и восславил господа и сказал, «Хвала господу богу моего господина Авраама, который не оставил без своей милости и верности моего господина, потому что господ привел меня прямо ведомка родни моего господина». Девушка побежала и рассказала обо всем ведомой материи. У префеки был брат по имени Лаван, и он поспешил к этому человеку у источника, как только он увидел с сербу телья носа и браслеты на руках у сестры и услышал рассказ привеки о том, что сказал и тот человек. «Он пошел к нему», что сказал и тот человек. «Он пошел к нему, а тот так и стоял с верблюдами у источника. Пойдем к нам благословение, господин сказал Авраам, почему ты стоишь здесь в изнаружи? Почему ты стоишь здесь в изнаружи? Я приготовил дом и место для верблюдов. Та человек вошел в этот дом, и верблюды были расседланы. Расседланы. Верблюдам принесли соломи их корма, а дельян его и его людей принесли воды, чтобы вымыть ноги. Перед ним поставили идув, но он сказал, «Я не стану есть, пока не расскажу о моем поручении. Рассказывай, ответила вам», он сказал. «Я, слуга Авраама, господ Цедро благословил моего господина, и он стал богат. Он дал ему мелкий и крупный скот, серебро и золото, и слуг и изложено верблюдов и ослов. Жена моего, господина Сара, родила ему сына в истороске, и он завещал ему все, что у него есть. Мой господин велел мне поклясться и сказать, «Небережение для моего сына из дочери Ганна-Ниев, в чьей земле я живу, на Баеве, к семье моего отца, к моей родине, и оттуда возьми жену для моего сына». Я спросил моего господина, «А что, если та женщина не поедет со мной?» Он ответил. Господь, перед лицом катарога я хочу, я хожу, пошлет все тобой своего ангела и дарует успех твоему путешествию, чтобы ты взял жену для моего сына из моей родни и из семьи моего отца. Только тогда ты будешь и свободен от этой клятвы, когда побываешь в доме моего отца. И если они откажут от отдать ее тебе, тогда ты будешь и свободен от клятвы, когда я сегодня пришел и к источнику я сказал, «О господи, бур моего господина Абраама, если бы ты только даровал успех поручению, с которым я послан, вот я стою у источника, если девушка выйдет начерпать воды, и я скажу ей, пожалуйста, дай мне попить воды из твоего кувшина». Если она скажет мне, «Пей, а я начерпаю воды и твоим верблюдам, то значит ее, то господи назначил для сына моего господина». Еще я не закончил молиться в сердце своем, когда вышла Ревека и кувшином на плечи. Она спустилась к она испустилась и источнику и зачерпнула воды. И я сказала ей, пожалуйста, дай мне напиться. Она быстро спустила кувшин и плеча и сказала, «Пей, а я напаю и твоих верблюдов». И я напился воды, а она напоила верблюдов. Я спросил ее, «Че ты дочи?» Она сказала, дочи бетуила сына на горе катарога родила ему милка. Тогда я дал ей сербу для носа и браслеты на руки и склонился и вославил господа. Я восхвалил господа. Бога брата моего, господина вежени его сыну. Итак, если вы окажете милосте и верность моему господину, так и скажите мне, а если нет, тоже скажите мне, чтобы я знал, что мне делать. Лаван и бетуил ответили, ответили, «Это дело от господа. Не нам говорит тебе да или нет. Вот при веке пред тобой. Забирай ее и иди, и пусть она станет женой сына твоего господина, как определил господ». Услышав эти слова, Авраамов и слуга исклонился перед господом до земли. Потом он винул наряды, наряды, а также золотые и серебряные украшения и подарил их ревьяки. И ее брату и матери он также дал дороги покарки подарки и он и люди, что были с ним или пили и остались ночевать. когда на другое утро они поднялись, он сказал, «Отпустите меня, я хочу отправиться в пути к моему господину». Но ее брат и мать ответили, «Пусть девушка останется с нами еще хотя бы 50 дней, потом можешь идти». Но он сказал, «Не задерживайте меня, раз господ даровал успех моему поручению. Отпустите меня в пути, чтобы мне вернуться к моему господину». Они сказали, «Позовем девушку и спросим ее». Они позвали Ревеку и спросили, «Пойдешь с этим человеком? Пойду», ответила она. И они отправили в пути свою сестру Ревеку вместе с ее кормили цей и слугой Авраама и его людьми. они благословили Ревеку и сказали, «Сестра наша, да, потомки твой исчислятия тысячами, 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 тысяч». до овладеет потамствовать вой вратами своих врагов. Ревека и ее служанки собрались селена в верблюдов и отправились за тем человеком. так слуга взял Ревеку и отправился в путь. Исаак вернулся из Б.Р. Лахай Рои он жил в Негеве и вот вечером он вешел в поле и поднял взгляд и увидел что идут верблюды. Ревека тоже подняла взгляд и увидела Исаака. Она спустилась все верблюда и спросила Ислуга кто это человек в поле что идет нам на 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 встречу. Это мой господин ответил Ислуга. Тогда она взяла покрывало и набросила на себя. Ислуга рассказал Исааку обо всем что он сделал. Исаак ввел Ревеку в шаптер и своей матери Сари и взял ее в жене. Она стала его женой и он полюбил ее. И так Исаак удержился после смерти матери. Спасибо. очень хорошо и хорошего дня. Шолом.